Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Карина Саяхова. В Москве прошел съезд ректоров ведущих российских университетов в МГУ имени Ломоносова. Мероприятие проходит под председательством президента Российского Союза ректоров, ректора МГУ, академика Виктора Садовничева. В заседании принял участие и первый проректор, проектор по научной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский. Ключевой модератор съезда Виктор Садовничев предложил сформировать рабочую группу Российского Союза ректоров для мониторинга оценки эффективности существующих в ВУЗах механизмов оплаты труда научно-педагогических работников и подготовить консолидированные предложения в части совершенствования системы оплаты труда работников высшей школы. Хочешь сменить свою сферу деятельности, узнать больше об IT-сфере, запустить свой стартап и пройти стажировку в лучших российских и мировых компаниях? Тогда присоединяйся, совсем скоро стартует первая в России магистрская программа управления бизнес-аналитикой в IT. Обо всем подробнее вы узнаете в нашем сюжете. Первая в России магистрская программа, реализованная совместно с Институтом управления экономики и финансов Казанского федерального университета, Университетом Иннополис и образовательной онлайн-платформой Минетология, управление бизнес-аналитикой в IT стартует уже 1 сентября этого года. Первый год обучения образовательный интенсив, в течение которого будет реализована большая часть занятий, предусмотренных в программе. Ключевые дисциплины, современные проблемы менеджмента, стратегический маркетинг, исследовательский и разведочный анализ данных, академическая коммуникация и многие другие. Второй год обучения полное погружение в специальность, завершение занятий и прохождение стажировки по специальности у партнеров программы и написание выпускной работы. У нас изначально наша основная образовательная программа, она была связана со сферой IT и наша научная, проектная деятельность, в том числе и с участием студентов. Она в последние годы все больше и больше смещалась в эту сферу деятельности. И мы с одной стороны отталкивались от этого, а с другой стороны видели, что именно сфера информационной технологии является определяющей для нашей экономики, для нашего общества и в жизни каждого из нас. И мы тем самым подошли к возможности и необходимости совмещения той сферы, в которой мы работаем, это менеджмент, это экономика с одной стороны, а с другой стороны сфера IT. Дизайн программы, которая заключается в формате 1 плюс 1, когда один год полностью посвящен изучению теории, и даже в этой теории весь материал, весь контент будет использован от наших партнеров, работодателей, которые в рамках первого года обучения будут наблюдать за тем, как студенты работают, какие проявляют свои навыки, компетенции, нарабатывают их, и впоследствии на второй год они будут за них охотиться. В хорошем смысле этого слова, для того, чтобы приглашать их на работу, и уже на втором году в магистерской программе они вот эту теоретическую базу могли использовать на практике и получать уже на втором году заработную плату выше рынка. Магистрская программа подойдет для выпускников-бакалавриатов в смежных областях, которые заинтересованы в управлении созданием и продвижением цифрового продукта, желают сменить профессию и джуниор-аналитикам, которые хотят прокачать навыки для карьеры в IT. На сегодняшний день доступных вакансий в Российской Федерации по запросу бизнес-аналитик более 7 тысяч, а средняя заработная плата превышает 130 тысяч рублей. Поэтому данная программа как никогда актуальна и востребована. За время обучения будут получены такие навыки, как анализ бизнес-процессов, сбор требований и написание технических заданий, составление схем процессов в различных нотациях, постановка задач разработчикам и многое другое. Поэтому после выпуска обучившиеся станут настоящими профессионалами, бизнес-аналитиками. Вот это является пятью основными блоками. Бизнес-архитектура, работа с деятельностью, описание деятельности в виде бизнес-процессов, понимание инструментов IT, управление в IT, как управляется IT-команда, и, соответственно, анализ, аналитика данных. Вот этим пятью направлениям, вот эти пять направлений, собственно, и входят в дизайн образовательной программы нашей магистрской программы управления бизнес-аналитикой в IT. Наша программа будет реализовываться в сетевом формате. Это значит, что здесь задействован не только Казанский федеральный университет, но и наш партнер университета Иннополис и образовательная платформа Нетология. В последний год наша команда работала не только над дизайном этой программы, как составить дисциплины в том виде, в каком требует этот рынок, но и мы работали очень плотно над контентной составляющей. Поэтому очень долго мы в течение последнего учебного года выверяли учебные планы, их сопоставляли между собой для того, чтобы вот тот продукт, который необходим рынку, в форме магистра, который будет обладать компетенциями как бизнес-аналитик, так и управленца, так и компетенциями в области IT. Нам это удалось сделать. При работе над дипломным проектом есть возможность выбрать классический вариант – написание магистрской диссертации или выполнить проектную работу с задачами от партнеров программы, приближенными к реальным. И в том и другом случае учащихся будет сопровождать научный руководитель, который поможет в реализации работы. Ведущие менторы и предприниматели, возможность проживания в городе Иннополис во время стажировки и шанс запустить свой стартап – это только минимум, который предлагается в рамках программы. Будем ждать именно тебя. Кристина Отекина, Адалина Абдрахманова, Универ Новости. Мы уже познакомили вас со многими институтами Казанского федерального университета. На очереди – Институт искусственного интеллекта, робототехники и системной инженерии. Подробнее о самом молодом институте ВУЗа и о том, какие направления в нем реализуются, мы расскажем вам прямо сейчас. Институт искусственного интеллекта, робототехники и системной инженерии – самый молодой институт Казанского федерального университета. За недолгое время его существования сотрудники создали отличные условия для обучения студентов, также были открыты интересные и уникальные направления обучения. Институт искусственного интеллекта, робототехники и системной инженерии Казанского федерального университета ежегодно готовят высококвалифицированных специалистов по направлениям искусственного интеллекта, когнитивных систем, интеллектуальных транспортных систем, робототехники и других технологий и систем цифровой экономики и объектов системной инженерии. У нас направление на боковый ряд сейчас основных есть три. Это мехатроника и робототехника. Самое новое направление, оно лицензировано было уже в этом году. На него есть только контрактные места. Это направление, которое занимается непосредственно созданием различного вида роботов и их сопряжением с искусственным интеллектом. Вторая группа направлений — это программная инженерия. Программная инженерия в нашем исполнении — это выпуск программистов, которые максимально используют в своей работе современные оснастки искусственного интеллекта. Те, которые сейчас уже выше, и те, которые появляются, что называется, каждый день. Третьим направлением является управление качеством. Здесь студенты учатся управлению предприятиями и цехами, предполагающими работу с роботами. Для поступления в институт абитуриенту необходимо сдать единый государственный экзамен по предметам математика, профиль, информатика, русский язык и физика. В 2024 году институту выделено порядка 200 бюджетных мест. На 15-й день приемной кампании в институте уже ведется большой конкурсный отбор. Магистратура также, как и бакалаврят, представляет три направления подготовки. Получить высшую ступень образования можно по таким направлениям, как когнитивное исследование, где магистранты изучают работу человеческого мозга и переносят его на развитие искусственного интеллекта. А направление биомизицинской инженерии занимается робототехникой и созданием роботов, похожих на живых существ. Третье это инноватика. Дело в том, что наш институт, кроме направлений, которые связаны с робототехникой и искусственным интеллектом, отвечает в университете за чрезвычайно важную область, мы отвечаем за технологическое предпринимательство. На направлении инноватика, на магистратуре, мы учим людей, каким образом они могут привлечь финансирование на свои проекты. То есть, в принципе, как раз при защите магистрской должен быть описан проект, который привлек федеральное либо республиканское финансирование. То есть, мы, по сути, обучаем людей, которые будут потом учредителями, либо основателями стартапов, либо будут понимать, как в этих стартапах управлять и, главное, как работать именно с экономикой. Отметим, что помимо широкой теоретической базы студенты получают большое количество практики. В институте на постоянной основе создаются различные роботы, которые с помощью искусственного интеллекта устраняют технические сбои и многое другое. Приходи! Институт искусственного интеллекта, робототехники и системной инженерии Казанского федерального университета ждет тебя. Наверное, каждый из вас слышал фразу «красота требует жертв». Но стоит ли действительно чем-то рисковать, чтобы выглядеть, как с обложки глянцевого журнала? В каждом из косметических средств есть свой химический состав, который перед покупкой следует проверять, чем многие пренебрегают. Так что же скрывается в наших любимых косметических средствах и как обезопасить себя и свою кожу от негативных факторов? Косметика действительно позволяет создать желаемый образ и подчеркнуть достоинства лица и тела, способна повысить самооценку и уверенность в себе. Но стоит учитывать и риски, которые могут возникнуть при ее использовании. Нередко неправильно подобранные нами средства, даже если они из сегмента люкс, отрицательно влияют на состояние кожи. Поэтому важно учитывать многие факторы. Сейчас очень модно использовать натуральную косметику. Что подразумевается под натуральной косметикой? Есть определенные требования, при которых можно отнести косметический продукт к натуральному. Какие это требования? 95% ингредиентов должны быть натурального происхождения. Они бывают растительного происхождения, бывают животного происхождения. Кроме того, не должны содержаться продукты нефтехимической переработки. Главная задача любого производителя косметических средств – создать продукцию, которая будет не только красиво упакована и привлекательна на внешний вид, но и эффективно решать проблемы кожи и приносить пользу своему потребителю. С каждым годом запросы покупателей растут, а девушки становятся все более осведомленными и требовательными. Они хотят не просто красивые баночки, а качественные продукты, которые действительно улучшат состояние и внешний вид их кожи. Мы выбираем косметику по состоянию своей кожи. Если у нас кожа сухая, нам нужно косметику с увлажнением. Тогда берут косметику, содержащую гиалуроновую кислоту, например. Если нам антиэйдж-эффект, то используют пептидную косметику. В этом случае, если мы хотим антиэйдж-эффект получить, то гиалурон, содержащую гиалуронат натрия, использовать не совсем эффективно, поскольку он не преодолеет кожный барьер эпидермиса. Красота и уход за собой – важная составляющая женского образа. А выбор косметики – это индивидуальный процесс, требующий внимательного подхода. Чтобы добиться хорошего результата, необходимо правильно подобрать косметику под свой тип кожи, волос и другие индивидуальные особенности. Однако многие не знают, на что нужно обращать внимание при ее выборе. Что мы боимся в косметике больше всего? Самые ругательные слова у требовательного покупателя косметологического продукта – это «чтобы не содержались сульфаты», «парабены», «силиконы». Это три самых таких ругательных слова. Сразу скажу, что 40 лет пытаются доказать свойства парабенов как канцерогенов, и так до сих пор не доказали. Но у парабенов есть один такой момент, как эстрогенозависимость. Косметическая индустрия стремительно развивается, предлагая широкий спектр продуктов для ухода за кожей, волосами и телом. Однако перед выпуском на рынок каждое косметическое средство должно пройти серию необходимых и строго контролируемых исследований и испытаний, чтобы обеспечить свою безопасность и эффективность для потребителей. Тестируются как все входящие в состав компоненты, так и готовый продукт. Когда производится косметический продукт, он производится согласно регламенту, строгой методике его производства, которая уже пробирована, проэкспериментирована. Поэтому отход от данного регламента производства – это, конечно, нарушение. На каждой фабрике, которая производит или организации, которая производит косметические продукты, есть лаборатория по анализу качества. Кожа является самым большим по площади органам. Она защищает человека от внешних факторов, поэтому важно знать, какие химические компоненты могут оказывать благотворное воздействие на нее, а какие могут привести к негативным последствиям. При выборе косметических продуктов стоит обратить особое внимание на их состав и предпочесть те, которые содержат полезные химические компоненты, способствующие улучшению состояния кожи. Если у вас кожа сухая, конечно же, нужно увлажняющие компоненты. Самый примитивный увлажняющий компонент – это глицерин. И пугаться его тоже не стоит. Это натуральный компонент для нашей кожи. Он у нас есть в коже. Ну и самый модный компонент увлажняющий – это, конечно же, гиалуроновая кислота. За счет того, что очень много в гиалуроновой кислоте гидроксильный групп, возможно, образование с молекулами воды водородных связей. Косметика – это продукты, содержащие различные химические вещества, которые воздействуют на кожу, волосы или ногти. А косметология с точки зрения химии – это сложная наука, которая изучает влияние химических веществ на кожу и волосы. Поэтому даже людям, не специализирующимся в области косметологии, стоит подбирать декоративный уход с осторожностью. Елизавета Мошкина, Резидака Римова, Николай Суховский. Универ Новости. Со старта приемной кампании прошло 15 дней. На 4 июля число поданных заявлений на бюджет в Казанский федеральный университет составляет 3242 заявления, а на вне бюджета – 2399. Лидерами по поданным документам стали Институт международных отношений, истории и востоковедения, Институт филологии и межкультурной коммуникации и Институт управления экономикой и финансов. Напомним, что подать свои заявления вы можете на онлайн-платформе «Буду студентом», на сайте госуслуги, а также лично придя во второе высотное здание Казанского университета по адресу Кремлевска, 35. Приходи, мы ждем именно тебя. На этом все. В студии была Карина Саяхова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!